Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите выпуски. Виновным себя не считают. Как житель Барнаула чудом избежал уголовного наказания за сохраненное видео в соцсети? Единственный в крае легкоатлетический манеж прекратит свое существование. Почему руководство политехнического вуза решило перепрофилировать столь востребованный зал? Сегодня праздник у тех, кто практически все делает левой рукой. Считают ли и левшие себя особенными? Итак, единственный в крае манеж в политехническом вузе, где тренировались сотни легкоатлетов, в том числе и чемпион мира наш земляк Сергей Шубенков, прекратит свое существование. Эта тема в ленте новостей сегодня одна из самых обсуждаемых. Манеж планирует переоборудовать под игровые виды спорта. Легкоатлеты смогут там заниматься, заверяют руководство вуза, а вот проводить крупные соревнования не получится. Почему принято такое неоднозначное решение, ответ на вопрос пыталась найти Валентина Аскерова. В таком виде манеж технического вуза, где в зимнее время тренируются легкоатлеты, доживает последние дни. Уже в ближайшее время зал начнут реконструировать. Пришли федеральные деньги, больше 20 миллионов рублей. Освоить крупную сумму вуз решил по-своему. Стести основную часть легкоатлетического покрытия и заменить его на игровой паркет, чтобы студенты могли играть в баскетбол, волейбол и мини-футбол. Когда наш земляк, чемпион мира по легкой атлетике Сергей Шубенков узнал о том, что даже этот, далее цитата, «плохенький и убитый манеж забирают у легкоатлетов», не смог сдержать эмоции и опубликовал гневный пост на своей странице в Инстаграм. Конечно, на тренировочный процесс нам не влияет, но влияет напрямую на соревнования, которые мы проводим. Это приз Шубенкова. Соревнования мы придумывали для молодых ребят, для поиска талантов, избрания легкой атлетики в качестве своего профессионального направления, но сейчас это все напрямую под угрозой, потому что этого ничего не будет. После глобальной реконструкции манежа у легкоатлетов останется только эти три полосы, которые они смогут задействовать. Вся остальная зона будет в паркете. Тренироваться легкоатлеты смогут, заверяет руководство Болитеха, ведь часть беговой дорожки будет сохранена. А вот с проведением крупных соревнований действительно возникают проблемы. Я согласен, что, возможно, здесь интересы края в какой-то мере и пострадают спортсмены в крае, но вы не забывайте, что мы образовательное учреждение. И нам, прежде всего, надо выполнять образовательные программы, которые, скажем так, должны освоить наши студенты. По словам руководства вуза, студенты сейчас предпочитают именно массовые виды спорта, а легкой атлетикой хотят заниматься единицы. Но даже этим единицам необходимо полноценное место для тренировок. С 90-х годов, а что новое для легкой атлетики появилось? Ну, скажем, построили стадион «Лабирин». Ну, перестал существовать как стадион «Динамо», перестал существовать как стадион «Локомотив». Ну, на «Динамо», слава богу, нам руководство позволяет приходить Сергеем здесь тренироваться на трибунах, потому что это часть нашей подготовки. Большое за это им спасибо. Но вы понимаете, что, скажем, под таких атлетов, как Шубенков, в других регионах что-то строится, а у нас последнее забирается. Мы связались с министром спорта. Алексей Перфилев пояснил в телефонном разговоре, что о переоборудовании Манежа узнал только сегодня и был неприятно удивлен. Это, конечно же, собственность политеха и, наверное, окончательное решение за ними. Но по-хорошему, надо было бы заранее свои планы согласовать с легкоатлетами, включая и наших тренеров, спортсменов и Федерацию легкоатлетики. Ну и, наверное, как-то нас поставить в известность о возможных планах. Пока за окнами лета Сергей Шубенков тренируется на стадионе «Динамо». Другие легкоатлеты на каникулах, к слову, в политехе тренировались представители всех спортшкол Барнаула. Вернуться к тренировкам планировалось уже 1 сентября. Но идти юным спортсменам некуда. Из Манежа их вытесняют, а Минспорт вовремя не подстраховал. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. В Алтайском крае высадят 1200 гектаров леса и очистят от мусора значительную территорию. Совсем скоро стартует всероссийская акция «Живи лес». Сейчас ко мне присоединяется моя коллега Дарья Эдемиллер, которая знает подробности этого экологического проекта. Даша, привет. Привет, Лен. Расскажи, все ли могут стать участниками этой акции, как это сделать? Да, абсолютно все могут стать участниками. Сделать это очень легко. Она существует 10 лет, практически с 2010 года запустили. Но давайте обо всем по порядку. Акцию «Живи лес» проводят с 2010 года. Основная целевая аудитория – это подрастающее поколение. Но в этом году на нее обратили внимание и взрослые. Связано это с пожарами в Сибири. Весь июль горели леса в Якутии, Иркутской области, в Красноярском крае. Пострадало более 10 миллионов гектаров. Специалисты уверены, что на восстановление лесных зон идет более 100 лет. То есть ни мы, ни наши дети сибирский лес во всей красоте не застанут. Несмотря на то, что Алтайский край в федеральных сводках новостей не мелькал, у нас тоже есть что восстанавливать. Нас коснулось. Ну, коснулось это в 97-м году, когда сгорело более 120 тысяч гектаров. Мы по сей день еще продолжаем проводить посадку. И мы планируем к 22-му году закончить вот это мероприятие. Лесные пожары начались тогда на границе с Казахстаном. В Угловском районе в 97-м году в огне погибло 14 человек – рабочие лесхозы и пожарные. Именно в той части края будут высаживать новый лес. Речь идет об Угловском, Ключевском, Черышском и Усть-Пристонском районах. Близ Крыевой и столицы леса пока не нуждаются в исполнении. Таким подходом согласен и эколог Алексей Грибков. Посадить лес нельзя, можно создать лесные культуры, но обязательно нужны места, где лес развивается по собственным законам, по природным своим законам, и только это будет лесом. Но, тем не менее, там, где вмешался человек, там, где ведется интенсивная хозяйственная деятельность, где негативное воздействие оказывается на леса, рубки, пожары, там, конечно, необходимо создавать лесные культуры, то есть воспроизводством лесов заниматься, лесных ресурсов. В Барнауле волонтерам вместо высадки леса предложат убрать в нем мусор. До конца октября в крае планируют очистить несколько сотен гектаров леса, высадят более трех миллионов деревьев на территории в тысячу гектаров. Но вот полноценным лесом они станут только лет через 20. Наш коллега узнавал. Через год, как нам пообещали, эта сосна, если все с ней будет хорошо, вырастет примерно на 10 сантиметров. Через 10 лет примерно на метр. Через 20 на 2 метра. То есть это уже к тому времени будет полноценный сложившийся лес. Стать участником акции «Живи лес» может любой желающий. Пока план действий определяют в лесничествах, а 29 августа там приступят к работе с жителями края. Если вы хотите помочь лесу, то свяжитесь с ближайшим к вам лесным хозяйством или позвоните по номеру в Барнауле 63-66-03. Вы еще можете увидеть его на экране. Специалисты Минприроды подскажут, куда и когда идти. А там мы с вами и встретимся. Ну я добавлю, что наша редакция планирует присоединиться к этой акции. А еще я напомню, что мы участвуем и в другой ежегодном благотворительном проекте «Соберем детей в школу». Мы понимаем, что в этом вопросе не оригинально, но ведь не это главное. Главное, что и мы сможем помочь малоимущим или многодетным семьям подготовить ребенка к учебному году. Канцелярия, рюкзаки, форма и обувь. По самым скромным подсчетам на все это необходимо потратить порядка 10 тысяч рублей. Наша редакция до 24 августа становится точкой сбора школьных принадлежностей. Если вы хотите помочь детям, которые в этом нуждаются, то приходите к нам в будние дни. Мы находимся на улице Короленко, 51. Если нужна более подробная информация, звоните в наш номер телефона 722-440. Соберем детей в школу вместе. А пока к другой теме. Сегодня наши корреспонденты встретились с Олегом Григорьевым. Барнаульцев выдвинули административное обвинение за видео из социальной сети ВКонтакте. Парень сохранил его около 7 лет назад. За это время видеозапись успела стать запрещенной. Полина Жданова попыталась выяснить, в каких случаях и можно ли вообще избежать наказания за размещение в соцсетях на первый взгляд без обидных видео и фото. Сохранил видео и чуть не получил уголовное наказание. Олега Григорьева вызвали в ФСБ за политическую видеозапись с участием российских депутатов, которую он добавил себе на страницу ВКонтакте 7 лет назад. Она оказалась вне закона. Олегу сообщили, что его ждет судебное разбирательство и, возможно, штраф по статье за разжигание вражды. К счастью для парня, хранение видеоматериала на публичной странице расценили как административное нарушение. Но Олег виновным себя не считает. Я как бы не вижу в этом ничего экстремистского. Я не хотел распространять. Это очевидно, потому что на этой видеозаписи 59 просмотров. У меня в ВКонтакте сейчас более 3000 друзей. Если бы я хотел как-то распространять, то я бы добавил к себе на стену. Было бы, естественно, больше просмотров и так далее. Мы не будем показывать фрагмент видеозаписи, потому что она признана запрещенной. Правда, почему-то ее очень легко найти в интернете. Кстати, это далеко не первый случай, когда в Барнауле судят за репост картинки или видео в социальных сетях. Как правило, так называемые нарушители получают штраф в 10 тысяч рублей. Они попадают под статью 20.3.1 «Разжигание вражды». Однако этот закон, как выяснилось, не понимают ни судьи, ни юристы. По их мнению, он слишком абстрактный. Мы не можем понимать, какой материал конкретно призывает к рожде, а какой у нас материал не разжигает розни, то есть никаких действий не совершает. Это все субъективно. Доказать, что вы ни в чем не виноваты, можно только после психолингвистической экспертизы. В Барнауле есть организации, которые этим занимаются. Она должна показать, что в посте, видео или фото с вашей страницы нет экстремизма или враждебности. Помимо этого, видео не должно входить в официальный реестр запрещенных. Иначе административную статью поменяют на уголовную. А вообще, говорят юристы, нужно 7 раз подумать, прежде чем помещать в социальных сетях те или иные материалы. Должны сами анализировать эту запись и пытаться критически к ней относиться. То есть, возможно, сами думать, разжигает она рознь, либо нет. Конкретного реестра, конкретных четких запретов нет. То есть, все субъективно. Как показывает опыт, избежать наказания за разжигание вражды в соцсетях вряд ли получится. Юристы считают, что судьи в этом вопросе не объективны. Главное, в течение года после суда нужно постараться не получить повторный вызов в полицию. Если вас поймают вновь, уголовного наказания не избежать. Но Олег Григорьев надеется, что адвокат сможет доказать его невиновность. Полина Жданова, Алексей Фризин. День с толком. А эти люди ежедневно доказывают, что особенные. Во всяком случае, многие думают, что левши, кстати, сегодня их праздник, заметно отличаются от правшей. Сегодня есть много известных имен. Левшей, Александр Македонский, например, Наполеон Бонапарт, Лев Толстой, Пол Маккартни. В разные времена к тем, кто пишет или ест левой рукой, относились по-разному. В средние века леворукость считали знаком дьявола. А уже после левшей, наоборот, признавали умнее и талантливее тех, у кого основная рука правая. В Советском Союзе считалось, что левшей в нашей стране нет, поэтому леворукость рьяно переучивали. Правда, переучили не всех. Есть левши и среди наших коллег в сибирской медиагруппе. Считают ли они себя особенными? Сейчас узнаем. Безусловно, я вообще самый, по-моему, особенный человек не только в этой редакции, но и, наверное, во всем холдинге. Но на самом деле, шутка, ничего особенного, я просто пишу левой рукой. Левши еще говорят, что очень эмоциональные люди, любят рисовать. Замечал за собой что-то такое? Ну, рисовать я как раз-таки никогда не умел. Вот, один раз у меня получилось, там, в детстве один рисунок, какую-то там принцессу с принцем нарисовал. Пятерку поставили, по-моему, единственная пятерка по изо за всю школу. У нас в классе было, по-моему, четыре левши, поэтому у нас было даже такое небольшое совместное комьюнити. Мы не чувствовали себя никак не угнетенными и хорошо общались с другими детьми. А есть какие-то таланты у тебя? Вот говорят, левши рисуют очень хорошо. Я писал музыку, писал стихи в детстве и до сих пор иногда могу написать без проблем какой-нибудь текст в рифму, что-то подобное совершить. Да и творческая активность все-таки, творческая профессия, журналистика, это тоже о чем-то говорит. Что-то осталось в тебе от левши, как ты считаешь? Говорят, они очень талантливые люди. Это правда. Это правда. Но от левши у меня осталось несколько дел, которые я могу легко делать. То есть если не ручкой писать, я могу пальцем писать левой рукой без проблем, на запотевшем стекле, то есть не проблема. Сдавать карты левой рукой и лопату, когда копаешь что-то, то левая у меня толчковая. Хотя раз я правшая, правая должна быть сильнее, но нет, тоже левой рукой. И мне часто гораздо легче левой рукой что-то брать, держать. То есть вот в этом суть. Я должна была быть левшой. Я брала ложку левой рукой, я рисовала левой рукой, но почему-то в садике, и потом воспитатели говорили родителям, что это неправильно, ребенка нужно переучивать. Я могу сказать, что в некоторых моментах я совершенно спокойно могу функционировать левой рукой. Например, когда мы играем с мужем на бильярде, то есть мне непривычно играть левой рукой, но это не настолько проблематично, что как будто я ее не чувствую. Неудобно, но тем не менее она у меня функционирует. В завершении выпуска еще немного любопытной информации. Парк «Спорт» Алексея Смертина в Барнауле на один вечер превратился в большую сцену. Музыканты края собрались на ежегодный летний фестиваль «Парк-рок-2019». Среди фанатов тяжелой музыки были и наши корреспонденты. Только живой и качественный звук, профессиональное музыкальное и световое оборудование и, конечно, заряд эмоций. Все это рок-фестиваль в Барнаульском парке спорта. Душа поет, люди просят. Ну и самим нравится очень. Здесь все. Здесь и ценители рока, и люди, которые просто пришли отдохнуть, провести время с семьей, с детьми. Эмоции. Ну, хорошие, положительные. Мы ими сейчас поделимся. Сказано, сделано. В фестивале участвовало 11 команд из Алтайского края, которые играли живую музыку для всех поколений. Музыканты признали, что с удовольствием приезжают на опен-эйр. Это опыт живого общения и контакта со зрителями на большой площадке. И обязательно атмосфера настоящего праздника. Мы видим, что здесь очень хорошие, позитивные люди, семьи с детьми, очень много взрослого поколения. И здесь сегодня, так как и на сцене, так и на нашей площадке, объединились сегодня, по-моему, все. Объединились вокруг качественной музыки. В этом году фестиваль прошел уже в третий раз. Его цель – развитие музыкального движения в Алтайском крае и поддержка талантливой молодежи. Через несколько секунд до погоды спонсор прогноза – компания «Эвалара». У меня к этому часу все новости. Смотрите нас также на нашем канале в Ютубе, в соцсетях Инстаграм, ВКонтакте и Фейсбуке. Смотрите и подписывайтесь. До встречи!